Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с ответственностью за отрицание, либо одобрение нацизма. Именно данному вопросу посвящены законопроекты, реквизиты которых вы видите. Данные законопроекты были подготовлены депутатом Государственной Думы Яровой, и общий смысл законопроектов заключается в установлении административной и уголовной ответственности за одобрение, либо отрицание преступлений нацизма в сети интернет. Так, первым законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить специальную ответственность юридических лиц за публичное отрицание, за публичное отрицание, либо одобрение преступлений нацизмских преступников. При этом эта ответственность может достигать 3 миллионов рублей. Второй законопроект вносит изменения в Уголовный Кодекс в статью 354.1, в часть 2. И предлагается установить за те же деяния, связанные с публичным отрицанием фактов нацизмских преступлений, либо за одобрение нацизмских преступлений, в том случае, если соответствующее действие осуществляется публично в сети интернет. Вообще здесь следует заметить, что ответственность за отрицание, либо одобрение преступлений нацизма в сети интернет, она уголовная, она в принципе накладывалась. Однако она накладывалась по части 1 статьи 354.1. В соответствии с законопроектом ответственность теперь будет наступать по части 2. И эта ответственность, по сути дела, будет усиленная, и максимальный ее размер может заключаться в лишении свободы до 5 лет. В пояснительной записке к законопроекту автор указывает на то, что усиление ответственности направлено на защиту и сохранение исторической памяти. Следует заметить, что на законопроект уже есть заключение правительства, а также заключение Верховного суда, и эти заключения положительные, то есть и правительство, и Верховный суд одобряют соответствующие поправки. Что касается перспектив данных законопроектов, то понятно, что они будут одобрены большинством Государственной Думы. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok